Здравствуйте, уважаемые слушатели. В этом уроке мы будем конфигурировать AIA Authentication на маршрутизаторах Cisco. Таблицу адресации можно посмотреть тут или скачать с сайта Academy Connection. Это первые 5 активитов 3-го чаптера курса CCNA Security. По имени активитов вы можете прочесть тут. Конфигур AIA Authentication на Cisco Routers. Чтобы закончить эту задачку, эту 5 активитов, надо сконфигурировать локальный юзер аккаунт на маршрутизаторе R1 и использовать его для вхождения на линии VTY и на консольный порт. Потом мы должны будем проверить эти настройки с PCNA и, соответственно, используя консольный порт роутера R1. Потом мы должны конфигурировать AIA Authentication на раутере 2, используя протокол ACACS+. И проверим все это с PCNA и то же самое на раутере 3. Будем использовать протокол RADIUS для аутентикации. И проверим наши настройки с PCC. Мы должны будем создать user-account admin и пароль этому user-account будет admin1path. Как я уже сказал на предыдущем уроке, эти пятерки надо читать как буквы S. Ну почему, в этом мы влюбляться не будем, это слишком просто. Так, ну пойдем дальше. Тут некоторые предварительные настройки, к которым мы еще вернемся или, может, и не вернемся, посмотрим. Начнем с шага 1. Test connectivity from PCA to PCP. Адрес PCP у нас вот. Ping адрес PCP 192.168.2.3 192.168.2.3 Посмотрим, есть ли соединение. У нас есть соединение. Я бы хотел напомнить, почему первый запрос закончился неудачей. Нам было выведено сообщение request timeout. Потому что маршрутизаторы Cisco, когда в ARP table и маршрутизаторах нет информации о конечном хосте, они бросают данный пакет, но все равно отправляют ARP request. То есть, ничего страшного, что первый пинг не прошел, если вот мы сейчас снова попробуем, все будет нормально во всех 100% попыток. Вот, то есть, мы сделали первый шаг PCA to PCP. Среди них есть соединение. Потом, с PCA на PCC. Надо будет отправить ICMP request. PCC у нас в 3.3. То же самое, сейчас рутер бросает первый пакет, направляет ARP request. После этого у него уже есть эта информация, и для остальных трех запросов то же самое с CMS не приходит, придется ему. Он уже знает MAC адрес данного IP адреса, а IP адрес, destination IP адрес, который мы написали вот тут. ARP request, как вы знаете, это запрос информации о MAC адресе для данного IP адреса. Пойдем дальше. Сейчас, насколько я помню, с PCP надо будет пропинговать так. С PCP надо будет пропинговать PCC. И 192, 168. Вот я уже забыл. PCC 3 и 3. У нас все работает. Все имеется. Пойдем дальше. Configure a local username on R1. Надо будет сконфигурировать локальный username на маршрутизаторе R1. Для этого нам нужно войти в global configuration mode. Вот тут используется пароль Cisco MHAs. УКФ, как мы уже помним, пятерки. Cisco MHAs. Комфиг. 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 User name. Admin 1. И тут написано secret password. Но у создателя этого активита вышла промашка. Надо ввести не команду secret, как тут требуется, а простой password. Об этом, вот тут написано password user account admin 1 и password admin 1. А тут secret. Вот работающая версия эта. Не надо ввести команду secret. Хотя, именно эту команду я вам использовать и советую. Потому что эта информация будет шифроваться алгоритмом MD5, а password никак не будет шифроваться, если не включена сервис password encryption. Хотя, это очень слабый механизм шифрования. Логиняк. Админ. Админ. Презентача. Админ. Админ. Админадин фас. Админ. Пятёрки вместо буквы S. Configure Local AA Authentication for Console Access on R1. Хон 0. Мы вошли в режим конфигурации линии консольного порта. Login. AuthenticationDefault. A warning. AuthenticationListDefault is not defined. Вот поэтому мы имеем AuthenticationListDefault. Что это такое, я сейчас вам объясню. AuthenticationLoginDefault. Надо использовать команду Local. Вот тут надо написать Local. Сейчас я объясню вам, что это такое. Мы создали, вернее для этого листа, вот для Default не создали, а определили, что такое лист Default. Вот тут мы можем набирать другие команды. Вот, например, group-radius, group-tacax, enable, none, none. И всё это имеет свои значения. А именно вот мы вот тут так определяем, что для тех мест, где для вхождения, для логина будет использоваться лист Default, надо сверять введённую юзером информацию с локальной фазой данных. Если нет локальной фазой данных, то есть вернее не нет, а что-то не работает, что-то дало ответ цен, вот система переходит на другой вариант. Ну тут может быть и но. То есть никак не надо аутентифицировать. То есть если первый вариант не работает, будет юзер опущен к линии или к чему-то ещё без всякой аутентификации. Вот от нас требует, чтобы мы ввели только local, вот потому что тут написано use the local database. Invalid Input Detected. Invalid Input Detected, AA in A not enabled. Для того, чтобы AA in A not enabled, надо ввести команду AA in mobile. Потом эту команду, потом line.com 0 и login authentication default. Вот надо было начать с включения AA. Вот мы начали с конца и от этого у нас немного вышло вверх тяжко. Пойдём дальше. Вот. Enable AA in R1. Configure AA authentication or console login to use default method list. Verify the user exact login using the local database. Вот. Надо сейчас проверить. Проверим. Проверим. SA PC1. Надо нам консольный кабель достать. А консольный, как вы помните, это Rollover. Надо нам консольный кабель достать. Надеюсь, настройки выполнятся, хотя тут всё уже сделано. Вот. Попробуем. Admin 1. Admin 1. Admin 1. Вот. Наши настройки работают. Мы использовали только что сконфигурированный нами логин для входа на линии console. Пойдём дальше. Вот. С рутером 1 мы, наверное, уже закончили. Перейдём к… А, нет. Ещё не закончили. Конфигура named list ALA authentication method for VTY lines on R1. Вот. Тоже самое надо сделать ещё и для линии VTY. Хотя, не совсем то же самое, потому что… Admin 1. Потому что Cisco 1. Потому что вот от нас требует создать новый name list, name method list, что мы сейчас и сделаем. Конфиг. AAA authentication. Вот тут мы можем использовать уже существующий пикут, который существует по умолчанию, и её не надо создавать. Или мы можем создать наш лист, имя которому мы должны присвоить telnet login. Все прописаны футками. Telnet login. Telnet login. Затев Pullman. Устройщик. uler意. И будем использовать, науле. Он использует, он использует… локал Аей. Важим на линии VTY. Болокал Аей. Логин. Айтентикации. Видал. На рулёт. Также Бегий овряжении plugin. У 1955-aw��ерв jij. Натевод урезаем seuлаe reign. правильно. Не знаю, сконфигурируем ли тут Тегнайт. Посмотрим. Вот вы видите наши настройки вот тут. Тегнайт сконфигурируем. Попробуем. Тегнайт. Нам нужен интерфейс рутера, который 192.168.1.1. Попробуем. Admin1. 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 Что ж такое? Admin1. Один и. Вот, наконец-то. Вся время неправильно ввожу команды, что очень плохо. Пойдем дальше. Конфигурируем идеально. Мы это уже сделали. Процессировать PC8 и NextWare1. Это мы тоже сделали. Пойдем уже к рутеру 2. Конфигурируем. 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 Это как вы поняли для пикапа процесса. Потому что мы нечаянно можем что-то неправильное сконфигурируем, что отрежет наш доступ к рутеру. А это так запасный вариант. Вот все наши юзеры, которые должны иметь доступ к рутеру. Их информация хранится должно на так как серверах. Убедимся. Вот информация о таких юзерах. Тут у нас один юзер, логинг которого Admin2 и пароль Admin2Pass. Но это так как сервер должен знать кому он должен давать такие услуги. И этот рутер соответственно должен знать кто же такой его так как сервер. Чтобы ничего плохого не случилось в сети с точки зрения security. Чтобы мы не дали доступ к кому-то чужому на какой-то и такой ресурс. Вот мы видим команду для R2. Вот R2 как-то является клиентом так как сервера. А этот юзер является юзером R2. То есть юзер, который попробует войти на R2, его запрос будет отправлен на так как сервер. Потому что рутер клиент так как сервера. Так как сервер проверит эту информацию устанными настройками. Если все правильно, он раутер и тас табро, чтобы он пропустил этого самого юзера. А иначе это все не произойдет. Юзер может доступа и не получить. Он может и получить. Надеюсь вы догадываетесь как. Так. Select так как сервер. Это мы сделали. Configure. AA так как сервер IP-адрес с секрет-кей. Он R2. Вот. А секрет-кей мы не поговорили. Вот тут секрет-кей, которые знают только раутер и рутер и так как сервер. Чтобы нечаянно никто другой доступ не получил. Вот. Я немножко так намекнул, но кей используется для этого. Чтобы они были уверены, что он этот сервер, а он этот клиент, который знает секретный ключ. Ну знаем. Сервер знает, а раутер еще не знает. Мы должны это сделать. Вот тут надо написать так как сервер и IP-адрес сервера. Который. 192.168.22. 192.168.22. Вот тут еще и надо было написать команду host. Потому что конфигурировать host и ключ можно одной строкой. Вот мы видим тут. Но тут мы этого не сделаем, потому что target-трессор нам не учтет этот заправленный ответ. Потом так как сервер кей и кей было слово так как спас. Так как спас. Вот все хорошо. Мы сказали этими двумя строками, что этот раутер является клиентом этого сервера. Конфигур. ААА. Логин. Аутентификация. Конфигур. ААА. Модуль. Активизируем ААА на маршрутизаторе. Потом. ААА. Аутентификация. Логин. ААА. 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 АААА. Если, в силу dasdfが conditions, он написал нужно, то использовал. ААААС will use Local update-face. И если только так как с ним работает, обратите внимание, что он сказал что такой информации у меня нет, а ничего не сказал. Вот для этого варианта, будет использована еще и локальная база данных. Вот я тут напишу local как второй вариант. Если вот, например, этот линк умрёт, будет использоваться локальная база данных и аккаунт admin, который мы создали для backup purposes, для запасных целей. Так, пойдём на линейный консоль. Линейный консоль и скажем, что второй hook для login authentication будет использоваться list default, в котором мы прописали, что первый вариант у нас групп так как, то есть так как сервер, а второй запасной local database, о котором ты знаешь. Вот. Конфигурируй консоль line, чтобы использовать это не то, что сделаем. Верифай экзек логи, используя A8 так как сервер. IP адрес нашего маршрутизатора 192.168.2.1. Попробуем подключиться через консоль к маршрутизатору. У меня консоль это сделает, да? Я уже не помню. Термина. Вот. Админ, по-моему, было два, да? И админ 2. И админ 2.1.2.1.2.1.1.0.2.0.1.2.0.2.0.2.0.1.1.1. So significant, Commerce. .1.1.1.2-1.2.1.2.0.1.1.1.2.1 Вошли в роутер. Так. Для вытягивания надо что ли? Хорошо, хорошо. Лишнюю работу не сделаем. Хорошо. Перейдём к радиусу и к рутеру 3. Конфигюр, пэкап, локал, тэпэс, эндрик, холд, админ. Для того же самого запасного варианта сделаем аккаунт админ. Cisco and us. Cisco and us. Хорошо. Конфигюр, юзер мейн, админ, пэссворд, также пэссворд. Это оплошный создатель этого активити. Пэссворд админ пэсс. Select радиус сервер. Вы должны убедиться, что на радиус сервере для нашего рутера сконфигурирован аккаунт. Вот мы видим для рутера 3. И есть тот же самый ключ для тех же самых целей. И аккаунт админ 3 пэсс. Админ 3, админ 3 пэсс. Все хорошо. Адрес нашего клиента, то есть маршрутизатора в данном случае 192.168.31. А ключ радиус пэсс. Вот запомните, я спрошу, вы мне подскажете. Это шутка. Пойдем дальше. Конфигурую ААА радиус сервер IP адрес. Радиус сервер IP адрес сервера радиус. Радиус сервера IP адрес. Радиус пэсс. 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 Правильно ли я? Да, наверное, правильно. Посмотрим. Энабель ААА он R3. Вот. Радиус пэсс. 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 Login, Group ApiFood, Group Radius и немножко отодвинем и вновь так. Держим все на место. Ну-ка, вот тут тоже первый вариант для нас это Radius Server. Например, данные аутентификации, введенные с этого компьютера, будут отправляться на маршрутизатор. Вот, посмотрите, что мы тут такое написали, отправить эти данные на Radius Server. А если нет, ничего не произойдет. Вот, если этот компьютер отправит данные, а рутер не сможет отправить сюда или не получит ответа ради сервера, ответа никакого не получит. Тогда будет использоваться backup-user-account-admin. То есть мы всегда можем ввести команду к юзернему admin и пароль admin pass, если этот сервер отключен или линия оборвалась или что-то там еще может случиться. Закончили или нет? Нет, мы закончили. Конфигурируйте. Конфигурируем. Ввести контур line 0, login, authentication, default. Вот мы закончили, получили сотню. Вот вы тут видите, только надо еще проверить все в PCC. Проверим. Это установит для консоли. Вот для консоли и проверим. Admin 3, Admin 3, Pass. Так, что такое, нет ответа. Попробуем еще раз. Вот мы вошли на раутер 3, рутер 3, то есть все работало. Попробуем еще раз. Admin 3, Admin 3, Pass. Все работает. Теперь, делаем такую хиплую вещь. Мы испортим топологию вот таким вот образом. Удалим вообще ради сервера, чтобы от него никакого ответа не было. Попробуем войти на рутер с помощью каунта Admin 3, который нам сделал, что нам удавалось минуту назад. Admin 3, Pass. Вот это у нас, этого у нас не получится, зато мы сможем войти на право происпользованный запасной аккаунт, Admin. Admin 3, Admin 3, Pass. Это уже он так долго. Попробуем, запасной аккаунт, Admin 3, Pass. Вот, используя Payup Account, то есть запасной аккаунт, локально мы смогли войти на рутер 3. На этом все. Встретимся на другом видеоуроке курса ССНС Security.